Во вторник, 29 марта, Тверь снова посетила Сардана Афксентьева, зампредседателя фракции партии «Новые люди» в Госдуме. Она провела в офисе Тверского регионального отделения своей партии заседание «Круглого стола», в ходе которого пообщалась со сторонниками партии и местными жителями. Поводом для этой встречи стало обсуждение федеральных инициатив по поддержке экономики регионов России в условиях жесткой санкционной кампании со стороны недружественных стран. Устойчивость Тверской области в условиях санкций и новой экономической реальности. Такова была основная повестка «Круглого стола», организованная в Твери по инициативе представителей партии «Новые люди». Как известно, за последний месяц Россия, а вместе с ней и Верхневолжья, столкнулись с беспрецедентными санкциями со стороны ряда западных стран. В этой связи от федерального правительства потребовалось быстрое принятие нужных решений для нивелирования последствий кризиса. Эта работа велась во взаимодействии с Госдумой России. Членами всех парламентских партий, от которых также поступило немало актуальных инициатив. Свои предложения озвучили и представители политического объединения «Новые люди». Более 70 предложений от нашей партии поступило в правительство Российской Федерации. На встрече с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным я с удовлетворением для себя отметила, что очень многие наши предложения уже в работе, они уже реализуются. Среди самых последних инициатив парламентариев – выделение денежных средств предприятиям, которые будут принимать к себе молодежь без опыта работы. Введение моратория на проверки малого и среднего бизнеса, особенно в сфере IT, поскольку именно это направление должно стать локомотивом российской экономики и повысить ее независимость от иностранных компаний, ушедших с отечественного рынка. В ходе этого разговора было выдвинуто немало дополнительных предложений экономической и социальной направленности. Простить все неуплаченные ковидные штрафы и вернуть ранее уплаченные ковидные штрафы, объявить мораторий на повышение цен на коммунальные услуги. Следующее, чего мы будем добиваться, это снижение цен на топливо, поскольку это поможет и как частным домохозяйствам, отдельно взятой семье, так и сельхозтоваропроизводителям и предпринимателям. Кроме того, по мнению ряда депутатов Госдумы и в том числе представителей партии «Новые люди», государство должно взять на себя как минимум половину сумм по ипотечным кредитам, выданным малообеспеченным семьям, тем, у кого это жилье единственное. В результате высвободившиеся деньги родители смогут потратить на воспитание и образование своих детей. Средства на это федеральные власти могут взять в Фонде национального благосостояния. Все это должно стать весомым вкладом в развитие нашей страны и скорейшее преодоление негативных последствий западных санкций в различных сферах нашей жизни. Продолжение следует...